МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире муниципального телеканала выпуск новостей. В студии работает Ирина Панфилова. Благодарственные письма от президента страны Нурсултана Назарбаева. Акимобласти Ерик Султанов вручил их активистам партии Нур-Атан за вклад в организацию проведения внеочередных выборов мажлист парламента и масляхаты всех уровней. Напомню, проходили они 20 марта. Политическая кампания в нашем регионе прошла без нарушений и с высокой явкой избирателей. Подробнее расскажет Ксения Куценко. Участки в день голосования работали с 6 утра. Горожане активно приходили, чтобы отдать свои голоса за достойных кандидатов. Но прежде чем начать масштабную политическую кампанию, в регионе была проведена большая агитационная работа. Во время выборов я пройдел множество работ. Нур-Атан участвовал в форумах и во многих пропагандах. Благодаря этому мы зазывали народ, чтобы они приходили в свой участок и голосовали. Результат работы не заставил себя ждать. По нашей области явка составила почти 82%. Этот показатель один из лучших в стране, отметил лидер североказахстанских нур-атановцев. За партию Нур-Атан проголосовало 82,7 наших соотечественников. Вообще наша область показала наивысшую организованность. В любом случае партия Нур-Атан, как лидирующая сегодня партия, провела свой праймерс, выбрала своих кандидатов. И наши кандидаты все выиграли на всех уровнях. 217 депутатов по всей области. И кроме этого, вы знаете, впервые от Североказстанской области Мажлис пошло 4 депутата. Сегодня для всех, кто активно работал во время политической кампании, приятный момент. Их труд высоко оценила партия Нур-Атан и президент страны Нур-Султан Назарбаев. Эти благодарственные писсима от имени главы государства получают члены молодежного крыла партии, работники социальной сферы, бизнесмены, аграрии, ветераны. Очень приятно мне, как первому бывшему чекитарю городского комитета партии, который возглавлял почти 10 лет, видеть, что партия Нур-Атан набирает силу с каждым днем, совершенствует свою работу. И это очень важно в период реформ, которые президент озвучил в своем послании. Всего благодарственные письма получили 38 североказстанцев. Ксения Куценко, Михаил Казначеев. Новости МТРК. Министр образования и науки страны Ерлан Сагадзиев встретился с общественностью. Разговор проходил в Евразийском национальном университете имени Льва Гумилева. На селекторной связи находились все регионы Казахстана. В режиме онлайн доклад главного педагога республики слушали 3500 человек. В последнее время сфера образования была одной из самых обсуждаемых среди казахстанцев. Глядущие изменения и новшества вызывали много слухов и опасений. И вот, наконец, глава отрасли расставил точки над «и». Эксперименты в школах закончились, заявил Сагадзиев. Пора внедрять в практику проекты, над которыми работали 15 лет. В этом году намерены ввести в эксплуатацию 34 новые школы, начать строительство еще 42. Что касается пятидневки, то она будет вводиться постепенно, впрочем, как и трехязычие. Также с нового учебного года министерство планирует отменить бумажную отчетность в школах. Желающие могли задать Ерлану Сагадзиеву вопросы. Больше всего педагогов страны интересовало развитие сети частных детских садов и перспективы профессионального образования. Получили многие ответы на свои вопросы, направления для дальнейшей работы. По трехязычию не так страшно, как это нам казалось вначале. То есть все это действительно разработано. Много предложений интересных, но тем не менее, ну как бы это немного страшно, как это все будет на самом деле. И как педагогу это тоже плюсы, что там бумажная волокита исчезнет, потому что мы очень много времени тратим. Подробный репортаж о встрече министра образования и науки страны с общественностью смотрите в нашем вечернем выпуске новостей. Сейчас у нас короткая реклама, не переключайте канал. Определив для компании путь в рамках выбранной главой государства политики, мы вот уже 10 лет занимаем прогрессирующую позицию на рынке недвижимости. Введено в эксплуатацию более 1 миллиона квадратных метров жилья. Создано более 2,5 тысяч рабочих мест. Несмотря на мировой кризис 2007 года и дестабилизацию экономики 2015-го, поддерживая программы правительства, наша компания сохраняет ценовой коридор от 120 до 225 тысяч тенге за квадратный метр, а также дает беспроцентную рассрочку на приобретение квартир. Являясь патриотами своего города и страны, компания охотно участвует в благотворительности жизни города. При нашем участии сделано. Реконструирован собор святых апостолов Петра и Павла. Восстановлен детский сад Айголёк. Построен храм Вознесения Господня. Ремонт больниц, помощь детским садам, оборудование школьного спортзала, оплата образования, поддержка спортсменов и творческой молодежи. Это только часть из достигнутого и лишь малое из того, что будет сделано. Казградстрой. Патриотизм в действии. Випросал. Жизнь в полный рост. Патриотизм в полный рост. Патриотизм в полный рост. Озеленяем родной край. 45 тысяч саженцев и сеянцев деревьев в этом году украсили улицы населенных пунктов и пополнили лесной фонд нашего региона. Сегодня об этом на брифинге в филиале службы центральных коммуникаций рассказал руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования. На встречу побывала и моя коллега Гульнара Можикеева. Богатство лесного фонда региона дает возможность природопользователям успешно развивать свое дело. Только за последние несколько лет в Северном Казахстане запустили 28 цехов деревопереработки, установили 35 пилорам, открыли 370 постоянных рабочих мест. И эту работу, по словам руководителя природоохранного ведомства, намерены продолжить. Сегодня мы перед лесопользователями ставим задачу, чтобы они занимались глубокой переработкой древесины. В этих целях в прошлом году на территории Северного Казахстана реализовано два инвестпроекта на общую сумму 425 миллионов тенге. Активно занимаются в регионе и озеленением. 45 тысяч саженцев и сеянцев деревьев высадили уже в этом году. Они украсили улицы населенных пунктов и пополняют лесной фонд Северного Казахстана. В текущем году планируется провести перевод, покрытый лесом угодья, на площади 6,4 тысяч гектар и произвести посадку леса на площади 840 гектаров. А также будет проведено содействие естественному возобновлению леса на площади 1360 гектар. Данной работой занимаются 12 государственных лесных хозяйств, а также лесопользователи. Последних в нашем регионе 24. Конечно, проблемы есть, отмечают спикеры. Одна из главных – пожары. Только в 2015-м ликвидировано 124 возгорания и 4 лесных пожара на площади 8,6 гектара. В течение февраля-марта 2016 года у нас в государственных лесных учреждениях мы провели подготовительную работу к пожароопасному периоду. Отремонтирована вся техника, оборудование. Приобретено необходимое количество горюче-смазочных материалов. Борьба с браконьерством – еще одно направление деятельности ведомства. Жесткий контроль за нарушителями природоохранного законодательства ведется во время весеннего сезона охоты. Наша область богата водоемами. Только одних озер насчитывается более двух тысяч. Кстати, в этом году лимит на лов рыбы, установленный министерством сельского хозяйства, составляет 770 тонн. Неделя иммунизации проходит в Северном Казахстане. Она стартовала 24 апреля. Уже 10 лет эта акция проводится во всех странах Евразийского континента. Люди должны понимать необходимость вакцин, говорят врачи, ведь это способ уберечь себя и детей от многих вирусных заболеваний. Как к плановым прививкам относятся североказахстанцы, расскажет Ксения Куценко. Маленький Имран сегодня получает свою первую вакцину. Малышу ставят сразу две плановые прививки. Процедура быстрая, немного болезненная, но необходимая, считает мама мальчика. Нам в детстве ставили, ничего от этого не было. Наоборот, даже лучше, я, например, в детстве не болела, меня прививали. Все прививки были, как бы я считаю, нужным ставить детям прививки. Третью поликлинику посещают более 15 тысяч детей. В соответствии с календарем вакцинации они получают прививки от инфекционных заболеваний. Делают их малышам, начиная с самого рождения. Натуральная оспа, полиамилит, столбняк, корь, дифтерия. Всего в перечне более 20 видов инфекций, от которых необходимо прививаться, говорят врачи. Однако есть те, кто отказывается от иммунизации. Медицина, конечно, достигнута огромного успеха в этом направлении. То есть вообще иммунизация – это единственный, наиболее эффективный метод профилактики инфекционных заболеваний. Как только снижается количество привитых, так и возникает инфекционное заболевание. Минимум 95% всего населения должно быть привито. Тогда гарантированно на этой территории не будет заболеваний. Если будут, то будут единичные случаи. С 2005 на Европейском континенте стала традицией каждый год проводить неделю иммунизации. В нашем регионе акция стартовала 24 апреля. Главная ее цель – еще раз рассказать о необходимости своевременно делать все прививки, как взрослым, так и детям. Качественная вакцина предотвращает заражение в будущем. Кстати, не стоит бояться и побочных действий, говорят специалисты. Вот уже несколько лет известная молодым мамам прививка АКДС имеет другого производителя, и укол проходит без осложнений. Это вакцина от коклюша, дифтерии и столбняка. И на эту вакцину обычно у детей, ну не обычно, а иногда было повышение температуры. А с 2014 года мы стали использовать вакцину АБКДС. Коклюшный компонент здесь бесклеточный, то есть реакции практически не бывает. И дети, и взрослые вакцину в Казахстане получают бесплатно. Средства на эти цели выделяют из местного и республиканского бюджетов. Ксения Куценко, Казбек Арыкбаев. Новости МТРК. В Петроваловске выбирали лучших культработников. В участие в конкурсе «Праздник круглый год» принимали 13 команд из районов и областного центра. Грам-при завоевала сборная Тимрязевского района «Бэмск». Подробности далее. Яркие костюмы, зажигательная музыка и море сюрпризов. На сцене «Остров Сокрович» привезли культурное чудо из района Нигабита Мусрепова. Какое время здесь живет, неизвестно, зато, понятно, сразу скучно никому не будет. На это и рассчитано выступление работников Рузаевского дома культуры. Я думаю, мы зал сумели зажечь, потому что у нас не только яркие костюмы, яркое выступление. Мы стараемся быть всегда яркими, зажигательными, потому что мы внутри такие. У нас ничего не проходит, чтобы у нас было скучно. И я думаю, что у нас есть большая возможность на победу. Помимо района Нигабита Мусрепова в конкурсе, который называется «Праздник круглый год», участвуют еще 12 команд. Задача номер один – подарить зрителям радость, делать так, чтобы каждый сидящий в зале улыбнулся. А еще рассказать о своих домах культуры и пригласить в гости. В теремку Мамлютского района выстроилась целая очередь. Мышь Децл, лягушка Сердючка, петух Билан, леса Бьянка, ежди Джей Смэш покорили сердца публики. А что ты умеешь делать? Ну, я могу петь прекрасные песни, чтобы вы не скучали. Ква-ква-ква, проходи, петушок Билан. К конкурсу прикольный, энергичный, молодые, симпатичные готовились месяц. Надеются домой в Мамлютку вернуться с победой. Мы взяли его из новогодней программы, назывался у нас новогодний теремок. Мы его осовременили и будет у нас теперь дом стоит в лесу высок, современный теремок. Я надеюсь, зрителю очень понравится данное и, конечно, мы займем гран-при. В Северном Казахстане такой конкурс проходит раз в два года. По итогам состязания все культработники получают дипломы и памятные сувениры. Ирина Панфилова, Казбек Рыгбаев, Новости МТРК. Переходим к другим новостям. Коллегия областного управления физкультуры и спорта прошла во Дворце спорта. На встрече подвели итоги зимнего сезона и обсудили работу специализированных школ и интернатов. Говорили о привлечении квалифицированных тренеров и улучшении материально-технической базы. Репортаж Алены Подласовой. В сезон 2015-2016 спортсмены Центра подготовки Олимпийского резерва ставили своей целью попасть в основной состав национальных сборных. Удалось это только конькобежке Марии Громовой. Почти не поднимались на высшую ступень пьедестала почета лыжники и биатлонисты. Такие скромные итоги сезона директор Центра объясняет необходимостью улучшить материально-техническую базу. Нужны новые лыжи и смазки. И вопрос решается здесь же на коллегии. Глава ведомства акцентирует внимание на необходимости привлечь квалифицированных тренеров и сформировать резерв спортсменов. Он даст надежду на получение высоких результатов на предстоящих зимних азиатских играх, универсиаде и республиканской спартакиаде. Идет минимальное зачисление интернатства, очень минимальное работа, очень слабое. Вы сейчас сказали о положительной работе директор Центра и Центра школы. Мы говорим, что Тайщевский район при разнарядке предпоручения иммунности 972 пары лыжи не приобретено ни одной на сегодняшний день. А вот в школе «Карасай» уже готовятся к новому сезону. Здесь тренируется 9 мастеров спорта, столько же международного класса, 20 кандидатов и 2 перворазрядника. Прошедший сезон для некоторых из них прошел результативно. Крич Роман занял первое место на дистанции 500 метров. Сакирка Татьяна, она же Климчук сейчас поменяла фамилию, тоже второе место и третье место на дистанции 500 метров. Бабенко у нас на дистанции 500 метров выступил и занял второе место. И третье место на дистанции 5000 метров занял Андреев Федор. В прошлом году на конькобежцев ушло 15% от всех средств, выделенных на развитие спорта в нашем регионе. Алена Подласова, Тимур Ахматуллин. Новости МТРК. Областные соревнования по плаванию стартовали в Петропавловске. В них участвует около 200 человек. Для победы школьникам нужно успешно проплыть четырьмя разными стилями. Легко ли это узнавала Ольга Сгоруйко. В областном чемпионате по плаванию участвуют дети с 9 до 15 лет. В течение двух дней они будут демонстрировать свое мастерство в разных стилях. Первыми стартуют самые юные участники соревнований. Дисциплина – комплексное плавание на 100 метров. Она требует серьезной подготовки. Необходимо выполнять повороты и быть выносливым, быстрым и тактически подготовленным. Поочередно спортсмены плывут разными стилями. В программе «Баттерфляй», «Кроль на спине», «Брас», «Вольный стиль». Илья Сосалимов тренируется всего полгода. Моя гонка прошла отлично. Мне было тяжело на первых 25 метров, потому что я баттерфляй не так же хорошо плаваю. И было тяжело всеми другими видами плавать, когда я старался быстрее плавать. Впереди у ребят комплексное плавание на олимпийскую дистанцию – 200 метров и «Кроль». Победители определят по сумме очков, набранных в течение всех состязаний. Хорошие результаты откроют перед ребятами перспективы для участия в республиканском первенстве. Главная задача – это у нас с первого числа в городе Активнурске состоится чемпионат Республики Казахстан. Это отбор команды и сборной команды области. А также в мае месяце пройдет спортоклярда школьников в городе Алма-Ате. Вот мы из этого открытого чемпионата будем передавать сборную Казахстана. Всего в соревнованиях участвуют около 200 спортсменов. Ольга Загоруйко, Тимур Рахматуллин. Новости МТРК. В ближайшие три дня на территории области ожидаются осадки, сообщают североказахстанские синоптики. С 27 по 29 апреля возможен дождь с переходом мокрый снег, а ночью местами ожидаются заморозки до минус трех. Пока это все новости к данному часу. Смотрите муниципальный телеканал и будьте в курсе событий. Спасибо за внимание. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон»!